МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Закрыть и устранить. Устранение нарушения норм пожарных безопасностей зависит от собственных владельцев помещений. Какие объекты не прошли проверку прокуратуры, узнал Дмитрий Аринин. В России стартовала акция «Георгиевская лента». В преддверии 9 мая мы родим Георгиевский лент. А мы уже что-то вешаем. Да, конечно. Когда и где будут раздаваться георгиевские ленты? К акции присоединился. Слово Мадулян. Как врачи смогли бы остановить девочку, которой удалось выжить после падения с девятого этажа? Само то, что девочка выжила, это уже уникальность в этой ситуации. Об уникальном случае Альбина Минебаева. Продавать кофе выгоднее, чем бензин. С такой формулировкой сегодня многие АЗС поменяли ценники на автомобильное топливо. Теперь 92-й, почти столько же, сколько 95-й год назад. У покупателей свой расклад. Если раньше заправляли полный бак, то сейчас средний чек, а значит и бак сократился на 15%. Что стоит за вторым в этом году повышением, выясняла Лина Зинатулина. Почти на всех автозаправках Татарстана водители уже встречают табло с новыми ценами. На некоторых АЗС они выросли до 38 рублей 20 копеек за литр самого популярного бензина. Это значит топливо подорожало больше, чем на 60 копеек. 38-20 за 92-й и 40 рублей 90 копеек за 95-й. Пока рекомендованный потолок, который действует с 21 апреля. Это ответ на обращение представителей АЗС. В правительстве говорят, поставщики просили поднять цены до 41 рубля за литр 92-го. Если бы, допустим, субъекты сами самостоятельно подняли, тогда у нас они, мы бы по России заняли по уровню цен первое место. Но мы пришли к такому мнению, что на 95-й можно повысить, наверное, на 60 копеек 92-й бензин, на 80 копеек. Водители признаются, и небольшое повышение бьет по карману. Раньше на 500 рублей бензин давали почти 17 литров, а сейчас 12 копеек. Я в том году заправлялся на 700 рублей на смену, что сейчас на 1500 на смену. Как тут не томитесь? Удалось нам найти старые цены на небольшой частной заправке, но владелец поспешил расстроиться, так распродают остатки. А к завтрашнему утру цены выровняют до среднерыночных. Хотя для выгодного бизнеса и этого мало. Но понимают при этом и потребители, сильно цены все же не накручивают. Если у нас есть 3% наценки, это у нас праздник. В среднем где-то 1,5-1%. То есть то, что мы видим в заправке, больше зарабатывать на кофе, чем на бензине. Напомним, повысить цены просили даже крупные сети АЗС. Как объясняет глава Республиканской ассоциации, причина в росте закупочных цен. Здесь суть не в Татарстане, не в наших заводах. Это рынок так диктует, российский рынок. Поднялась, если брать 92-й бензин, это 6 тысяч рублей на тонне. То есть за один месяц поднялась на 6 тысяч. Эрик Сулейманов объясняет. Крупные оптовики уходят на экспорт, оставляя на внутреннем рынке лишь небольшую долю. А чем меньше товара, тем он дороже. Лина Зинатольевна, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Проверку не прошли. Прокуратура Татарстана требует закрыть 8 торговых и развлекательных центров. В них обнаружены существенные недочеты. Не соблюдаются требования пожарной безопасности. Полторы тысячи замечаний на республику. Это не шутки, говорят проверяющие. Где они не смогли покинуть здание через эвакуационные выходы, расскажет Дмитрий Аренин. Сейчас посетители торгового центра Высокой горы на улице Советская встречают закрытые двери. Как видно здесь печать судебных приставов. Как стало известно, заведение закрыли по требованию прокуратуры, чтобы здесь устранили нарушения пожарной безопасности. Проверку не прошел второй этаж здания. Там располагались несколько павильонов. До устранения нарушений торговцы спустились на первый этаж, либо переехали. Предприниматели и поистители по-разному относятся к таким мерам. Они сейчас вынуждены вот тут лететь. Это же не дело. Народ страдает, а кто не доделает, мы же не виноваты. Если нарушения есть, конечно, правильно закрыли. При остановите работу прокуратура потребовала и набережный Челнинский батутный парк. Здесь выявили, внутренний противопожарный водопровод неисправен. Система оповещения работает слишком тихо. Эвакуационные выходы заблокированы. У нас есть сроки, конечно же, это один месяц на устранение всех неполадок. И совместными усилиями мы в течение даже, скорее всего, двух недель это все уже устроим. Так в Татарстане прокуратура через суд потребовала закрыть до устранения нарушений 8 комплексов. Шесть уже закрыли. По объектам в Зеленодольске и Пестричинском районе идет рассмотрение прошения. По всем восьми объектам, по которым предъявлено данное исковое заявление, идентичные нарушения норм пожарной безопасности это загромождение или отсутствие эвакуационных путей, отсутствие системы пожаротушения, удаление дыма. С проверками обошли более 600 объектов. Выявили полторы тысячи нарушений. 73 человека привлечены к административной ответственности. Устранение нарушений норм пожарной безопасности зависит от собственников и владельцев помещений. Насколько быстро будут устранены нарушения норм пожарной безопасности. И объект будет предъявлен для повторной проверки и обследования. Повторно проверять объекты будут сотрудники прокуратуры и госпожанодзора. Если нарушения будут устранены, закрытые объекты вновь откроются. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, Эльмир Гайнудинов, Ильнар Мустафин, ТНВ. ФСБ Татарстана совместно с МВД Республики, Росгвардии, силовиками Омской и Ульяновской областей задержали 14 участников движения Хизбут Тахрир, в том числе лидеров террористической ячейки. Это запрещенная на территории России организация. Обыски прошли в трех регионах по 14 адресам. Для некоторых операция оказалась неожиданной. Обнаружили запрещенную литературу, отчеты по вербовке и вовлечению новых последователей движения. Уголовное дело по задержаниям было возбуждено ранее. Символ памяти и признательности. В России стартовала, пожалуй, самая масштабная акция «Георгиевская лента». Черно-оранжевую ленту бесплатно можно получить у волонтеров на улицах. Только в республике до 9 мая их раздадут больше 300 тысяч. Когда и где можно получить «Георгиевскую ленту», к победной акции присоединился и Салават Мухаммадурин. В преддверии 9 мая мы раздадим «Георгиевскую ленту». А можно еще две штучки? Да, конечно. Брату, сестре и родителям. «Георгиевские ленты» в Казани буквально разлетаются. Берут их с радостью. Некоторые даже предлагают свою помощь волонтерам. Всем желающим выйду, они сейчас разойдутся быстро. А я им буду давать, кто паркуется, зрителям своим. Не только зрители получают символ 9 мая сегодня и автоинспекторы, и водители автобусов, и прохожие. Эмоции казанцев от улыбок до слез. «Память о дедушках наших, о дяде, которые не вернулись. Вот в каждой семье почти не вернулись. С рода». «Понятно. Спасибо большое. У меня уже слеза накатилась». «Я пока свою убрала, пока не ношу». «Почему?» «Ну, как только у меня будет возможность ее повесить красиво, тогда сразу же я ее надену. И буду ходить и гордиться ей». «Для меня эту дорогую ленточку я обязательно приколю к сердцу и буду носить, потому что для меня это память. Это для меня очень дорого и очень дорого для нашей семьи». Акция «Георгиевская лента» сегодня стартовала по всей стране. До 9 мая в республике раздадут 300 тысяч черно-оранжевых символов. Получить их можно у торговых центров и у площадей, городов и муниципальных центров. «Практически каждый день пленочки будут раздаваться в крупных торговых центрах, на улице Петербургской, у театра Камала, в парке Победы. Ну и на 9 мая непосредственно уже на площади Свободы». Вечером акция придет в Челны, послезавтра в Нижнекамск, следом и в сельские районы. Акция «Георгиевская лента» будет проходить во всем мире вплоть до праздника Великой Победы 9 мая. Так память о героях, павших на защите Родины, передается из поколения поколения на века. Словат Мухаммадуллин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Сегодня журналистское сообщество проводило в последний путь преподавателя КФУ мастера фотографии Джавида Акчурина. Он скончался после продолжительной болезни на 89-м году жизни. Свою творческую деятельность он начал в качестве фотокорреспондента газеты «Советская татария». Позже, будучи преподавателем Казанского университета, накопленный опыт передавал студентам. Автор десятков научных работ по фотоделу, его учебные пособия уникальны, говорят коллеги. Такого рода изданий фото-журналистики практически нет. Человек был, конечно, коммуникабельный такой, простой и очень человеколюбивый. Любил студентов, любил коллег. И, конечно, мы предолжны память его хранить. 20 переломов 17 костей, потеря 4 литров крови – это итог падения с 9 этажа. В большинстве случаев это смертельно, но Альвине Казариновой удалось выжить. Два года назад с таким уникальным случаем столкнулись казанские челнинские врачи. Они откровенно говорят, ее спасение не поддается объяснению. Но вот восстановление – это итог врачебной работы. Об уникальном случае Альвина Менебаева. Ходить получается на костылях? Нормально? Получается. Это сейчас у Альвины обычный прием у врача, но два года назад челнинские медики откровенно были поражены. Неизвестный молодой человек столкнул ее из окна в подъезде. Это был 9 этаж. По рассказу очевидцев, Альвина сначала упала на козырек, а потом на асфальт, но удалось выжить. Была к нам доставлена бригада скорой медицинской помощи в крайне тяжелом состоянии. 16 часов боролись за ее жизнь, и благодаря этому, в принципе, живая осталась. 20 переломов 17 костей. То, что Альвина осталась жива – уже чудо. Она потеряла 4 литра крови. Некоторые кости были настолько раздроблены, что была угроза летального исхода. Происходит размножение мягких тканей, жировых клеток, и частички тканей могут попасть в сосуды. Попадая в сосуды, они могут долететь и до сердца, и в головной мозг, и вызвать мгновенную остановку и сердце. Владимир Филатов вместе с врачами курировал восстановление Альвины. Ее спасение – это итог маршрутизации врачей Челнов и Казани. Большая часть операции была сделана именно в стенах ДРКБ, а всего их было порядка 12, которые заняли 11 часов времени. Была задача не просто поставить девочку на ноги, но и вызвать желание самой сделать первый шаг. В верхней части видно часть перелома бедренной кости. Алексей Глушков одним из первых вылетел в челны для операции. Восстанавливать пришлось не только кости, но и психику ребенка. Вплотную подключив и реабилитологов, и психологов. Общими усилиями вернули к жизни, не просто вернули к жизни, но поставили на ноги. Она сейчас передвигается сама. Часть левой ноги Альвины пришлось ампутировать. Сейчас она протезирована. Но несмотря на это, девушка вышла замуж и родила дочку после рокового падения. Альвина зашагала по-другому. Большое спасибо за то, что они мне помогли и жизнь спасли. Я очень благодарна им. Альбина Минебаева, Андерсон Тальцев, Ишат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны, Казань. Целая спасательная операция развернулась на городском озере Нижнекамска. Десятки прохожих наблюдали за тем, как собака борется за жизнь, провалившись под лед. На помощь к четвероногому бросился только Александр Кучеев. В городе Химиков его поступок уже окрестили настоящим подвигом. Чем закончилась эта история, расскажет Сергей Хайдаров. Как вспомнишь, так вздрогнешь. Так отзывается о недавнем заплыве в городском озере Александр Кучеев. Эти кадры в нашу редакцию прислали его друзья. Они-то и стали свидетелями героизма своего товарища. Увидев тонущего пса, молодой человек бросился в ледяную воду. Смотрю, человек пять, наверное, люди какие-то, там что-то около воды. Вот тут тормознули мы и уже, когда из машины вышел, увидел, что в том месте собака барахтается. Страх, холод и корка льда на поверхности воды. Учитывая все это, без помощи четвероногому не выбраться. Словно спасательные круги прохожие бросали в сторону пса палки. Но все это бесполезно. Лед тонкий, проваливался, ну и поплыл, ну с собой лед ломал до собаки. Ну все, доплыл, собаку взял, вперед себя опустил и уже до берега ее проводил. Как водичка? Теплая. Сейчас отшучивается, но в тот момент Александр серьезно рисковал жизнью. Причем таких случаев только за эту весну по всей стране десятки. Вот мужчина выполняет роль ледокола во имя спасения собаки, а здесь другой, спасая собаку, чуть сам не утонул. Александр рассказывает, в крещении каждый год ныряет в купель. Организм подготовленный, ну а друзья и родные теперь смотрят на него по-другому. Друзья сказали, молодец, а для девушки вообще герой теперь. У нее есть свой герой. После спасения собака убежала, куда глаза глядят. Отыскать ее не удалось, но Александр надеется, что с ней все хорошо. Сергей Хайдаров, Алсу Арсланова, Максим Липин, ТНВ, Нижнекамск. Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем далее. Промышленный интернет. Предложение мы принимаем. Какие еще проекты интересует совет директоров ТАТ «Нефтехиминвестхолдинга» Альбина Слагараева. Верхом на лошади, да еще и через забор. Как в Татарстане готовят олимпийскую смену по конному спорту, узнавал Сергей Хайдаров. Технологии будущего сегодня обсуждали в Москве. В столице прошло заседание Совета по модернизации экономики. Участвовал Рустам Мениханов. Что предлагают инноваторы, об этом в репортаже Дины Газалиевой. Эти красивые керамические часы на историческом поносе 24-го года. С момента основания часового завода «Слава» в Москве. Его продукция была очень популярна в Советском Союзе. Сейчас на часах новое время. Ведь на территории бывшего завода теперь работает технопарк под таким же названием «Слава». Его резидентами являются более 80 компаний. Что немаловажно, технопарк вышел на самоокупаемость. У нас 35 человек. Примеры успешных инновационных разработок сегодня осмотрел Рустам Мениханов. Одно из предприятий, например, уже более 25 лет занимается изготовлением инновационных приборов. В том числе медицинского назначения. Президенту Татарстана вкратце рассказали о них. И подробнее об одном, с помощью которого можно снять отпечатки пальцев даже через резиновые перчатки. Это вот томограф, реально сделанный в России. Вот. Он не глазной, но он, ну на нем можно видеть отпечаток пальца. Вот. Причем отпечаток пальца можно видеть через резиновые перчатки. Фирмы-резиденты парка занимаются очень разными вещами. Главная задача, чтобы продукция имела инновационную составляющую. С казанскими лабораториями и вузами работает еще одно предприятие технопарка «Слава». Россияне производят реагенты для генетических исследований. О том, что процент инновационных предприятий в России должен расти и дальше, говорит Дмитрий Медведев, открывая совещание. Президиум Совета по модернизации экономики и инновационному развитию при президенте всегда проходит на интересных площадках. Сегодня премьер-министр сделал акцент на необходимости дальнейшего развития проекта «Автонет» национальной технологической инициативы. Напомним, почти два года назад российские автопроизводители объединились, чтобы заняться разработкой беспилотного транспорта, в частности, на базе КАМАЗа. «Автонет» должен позволить создать среду, где должны рождаться новые продукты и услуги в системе мониторинга транспорта, удаленной диагностики, навигации, помощи водителям, кибербезопасности. За рубежом также занято аналогичными изысканиями, заявили сегодня на заседании президиума и добавили, свои прорывные автотранспортные технологии должны появиться у российских разработчиков. Проект «Автонет» призван создать среду, где будут рождаться такие новые продукты. Дина Газалева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. В Татарстане же затраты на технологические инновации за последние три года выросли лишь в нефтедобыче и переработке. Констатировали сегодня в Доме правительства. Износ оборудования на нефтегазохимических предприятиях более 50%, и цифра растет. Как конкурировать в таких условиях на мировом рынке, обсуждали сегодня на заседании ТАТ «Нефтехиминвестхолдинга». Сегодня Совет директоров ТАТ «Нефтехиминвестхолдинга» рассмотрел пять вопросов. Выслушали два доклада, в том числе и предложения иностранных партнеров. Но перед началом заседания аплодисменты и приятные новости. Докладная огромная победа для всей республики, значит, Акбар чемпион. Но, есть еще второе событие, Талия Лизовна. У нее есть день рождения. Можно мы вас поздравим? Спасибо. Затем приступили к докладам. Выпускаемый объем продукции нефтегазохимическим комплексом в республике сохранился на уровне прошлого года. На некоторых предприятиях рост производства. Увеличились объемы экспорта продукции конечного потребления. Моторных топлив, бытовой химии, резиновых шин и рукавов, карбамида, полимерных листов и пленок, изделий для упаковки. Снижение доли продаж на внешний рынок и выручки отмечены у Казаневых синтеза и у Аммонии. Немецкая ассоциация нефтяников предлагает сотрудничество с предприятиями нефтегазохимического комплекса. Партнерство может начаться с визита в Германию. В июне пройдет большая технологическая выставка. Более половины участников этой выставки приезжают из Западе в Германию. А вот это структура, чтобы показать, что мы не ярмарка продажи, а технологическая. Ваши предложения мы принимаем, просто нам надо подготовить наши встречи. Следующее заседание Совета директоров назначено на 21 мая. Альбина Слугараева, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Парламентским уроком быть. Сегодня в Госсовете подвели итоги конкурса творческих работ школьников республики. Их посвятили 25-летию Конституции Татарстана. Авторы лучших рисунков, эссе, сочинений, проектов и видеоматериалов получили дипломы и призы. В этом году на конкурс заявились 353 ученика. Вы со школьной скамьи вступаете в большую жизнь, двигаетесь, получая образование, получая воспитание, получая знания различные по образовательным предметам. В том числе и по тем законам, по которым живет наше общество. И вы завтра будете жить по этим законам. ТНВ ищет таланты. И продолжается второй этап нашего конкурса на обучение в высшей школе журналистики КФУ. Напомним, троим победителям мы оплатим учебу в университете. Уже с первого курса постигать все тонкости профессии они будут и на нашем телеканале. Как встретят будущих студентов и какие возможности им откроются, узнала Лина Зинатулина. Салават, слушай, тема серьезная, которую ты сейчас будешь снимать. Сегодня серьезные темы, а три года назад выставки и праздники. Корреспондент, а тогда еще студент второго курса Салават Мухаммадуллин на ТНВ пришел как протекант. И не смог не втянуться. Выставка будет работать до 23 августа. С телевидением учатся, с телевидением взрослеют, с телевидением становятся собой. И, как говорит Салават, на ТНВ все возможности. Главное слушать наставников и, конечно же, не обижаться на критику. Критику нужно воспринимать так, чтобы исправлять свои ошибки. Кстати, наставниками практикантов станут настоящие мэтры телевидения. Мы всегда помогаем в работе, в творчестве, в любых вопросах, которые возникают. И бояться никогда не нужно. Здесь ты не просто реализуешь свою мечту. Здесь из тебя воспитывают некого универсального солдата медиапространства. Ну, наверное, это сложно объяснить. Нужно прийти сюда, почувствовать. Находить темы, выезжать на съемки. Сначала вместе с наставником, а потом и самостоятельно. Держаться в кадре, писать тексты и монтировать сюжеты. Практиканты смогут делать это наравне со штатными журналистами. Когда ты передаешь опыт свой, ты через это еще дополнительно чему-то учишься в это время. И это бесконечный процесс, который позволяет делать коллектив профессионально очень сильным. На работу к нам и в университет за наш счет. Чтобы получить путевку в телекарьеру, тем, кто прошел первый этап конкурса ТНВ, предстоит еще два испытания. До 26 апреля мы ждем вашей видеопрезентации в формате МП4. Расскажи о себе на татарском языке грамотно, ярко, креативно. И приходи к нам. Лина Зинатольевна, Айгуль Батрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Лошади, которые умеют летать. Сегодня на Казанском ипподроме стартовали конно-спортивные соревнования. Здесь встретились лучшие спортсмены из Москвы, Ярославля, Самары, Башкортостана, Татарстана и других регионов страны. На манеже они соревнуются в олимпийских видах спорта. Почему для того, чтобы победить, нужно прыгнуть выше головы, увидел Сергей Хайдаров. Прыжок за прыжком, испытание за испытанием. Со стороны конкурента микс скачек и прыжков в высоту. На арене София Калиницкая со своей подругой. Говорит, у Барки очень переменчивый характер, как, впрочем, и у многих представителей из прекрасного пола. Если что-то плохое сделаешь, она может отомстить. А так, практически, хорошее всегда. По словам наездников, способы для мести у этих животных очень разнообразны. Встать на свечку, назад немного, подкозлить задом. Название препятствия, которое приходится преодолевать спортсменам верхом на лошади, очень похоже на название рыбы, лишь с небольшим изменением в окончании. Называется оно «Чихонец», и, проще говоря, это забор, высота которого легко регулируется. Если поднять верхнюю планку максимально высоко, то лошади придется прыгать выше двух метров. Такие прыжки верхом на лошади элементы достаточно опасные. Всего их на этапе больше десятка. А уж если не удержаться в седле, придется лететь с высоты. Страх есть перед стартом. Очень сильный страх. К счастью, сегодня обошлось без травмы падений. Представители нашей республики почти все прошли первый этап чисто. Ну а члены судейской коллегии из Москвы считают Татарстанская школа – одна из лучших в стране. Хорошие условия. Раз. Алтайк покупает хорошие наши дела. Масса. Это очень неудачно. Станут ли наши ребята победителями домашнего турнира, мы узнаем через два дня. Соревнования продлятся до 26 апреля. Ну а лучшие попадут на всероссийский турнир. Сергей Хайдаров, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Вечерний эфир продолжит программу «Вызов 112». А сейчас о спорте и о погоде на завтра. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Он выйдет в 21.30. До встречи. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Младший брат дает бой старшему сразу две. Казанские ватерпольные команды республики разыграли путевку в полуфинал. По итогам двух матчей основной синтез переиграл дублеров, однако победа далась не так просто. Казалось, фаворит известен заранее, но молодые ватерполисты показали характер. Временами игроки синтез Уор показывали такую игру, что игроки основы просто терялись. Это значит, что перспектива у татарстанцев большая. Теперь вторая команда будет вести борьбу с пятого по восьмые места. А синтез вошел в режим ожидания соперника. До полуфиналов команда проведет небольшие сборы. Наш соперник определится в матче Волгоградского «Спартака» и команды Санкт-Петербурга «Балтика». Вероятнее всего, на стадии 1-2 финала мы увидим те же команды, что год назад сражались за чемпионство. Ребята стараются, молодежь есть у нас, растет. Поэтому смело могут, как говорится, играть в больших командах. Поэтому, что говорить, я в принципе доволен игрой-то, но очень много ошибок, конечно. 11 медалей из Москвы привезли татарстанские представители УШУ. В столице завершились чемпионаты первенства России по восточному единоборству. Практически половина из выигранных медалей золотые. Причем на турнире отличились и наши юниоры. Диарбек Душабоев впервые поехал на первенство страны и сенсационно завоевал золото и две бронзы среди юниоров. Перешедший от юниоров на взрослый уровень Никита Титов также порадовал первой строчкой. Среди девушек серебро в новой дисциплине выиграла Камила Имангулова, а и далее Гафарова завоевала золото и бронзу. Соревнования стали отборочным этапом на чемпионат Европы, который, кстати, в этом году также пройдет в Москве. Так как я перешла в новую категорию, были новые соперники, которые выступали очень достойно, и было достаточно сложно завоевывать медали. Татарстанские юниоры успешно стартовали на командном первенстве России по стендовой стрельбе в Липецкой области. В первый день соревнований наши спортсмены шесть раз поднимались на педестал почета. В трапе среди девушек в призах оказались сразу две сборной Татарстана. По дополнительным показателям серебро выиграли Князева, Саранская и Женкова. От победительных соревнований команды Липецкой области наших девушек отделили всего три точных выстрела. В мужском турнире на траншейном стенде серебряными призерами стали Сурков, Маслов и Филиппов. Полный комплект наград воспитники татарстанской школы стендовой стрельбы взяли в личных соревнованиях. Данила Маслов стал победителем турнира юношей. Карима Латыпова и Татьяна Саранская выиграли серебро и бронзу среди девушек. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Время новостей о погоде. Спонсор выпуска и изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе. Качественный и недорогой по вашим размерам Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в апреле со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание, 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В республике стало теплее, но по-прежнему местами ожидаются осадки в виде снега. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики ожидается снег и до 5 градусов тепла. На северо-востоке Татарстана пасмурно до плюс 6. На севере республики будет пасмурно, местами пройдет снег, температура воздуха составит плюс 6 градусов. На северо-западе облачно, но без осадков и также до 6 градусов тепла. На юго-западе республики ожидается переменная облачность. Там температура воздуха составит от 5 до 9 градусов тепла. В центре республики облачно, местами снег и до 7 градусов выше 0. В последующие сутки в республике будет тепло, но довольно дождливо. Спонсор выпуска ООО «Челный Кировец» предлагает услуги по капитальному и текущему ремонту тракторов «Кировец». Производит продажу тракторов К-700, К-701 и запасных частей к ним. На предприятии «Челный Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челный Кировец» легендарному трактору «Вторую жизнь». В Казани ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит до 8 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 56%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.